Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему, «Господин, недоброе ли семя сел ты на поле твое? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им, «Враг-человек сделал это». А рабы сказали ему, «Хочешь ли мы пойдем и выберем их?» Но он сказал, «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы». Оставьте расти вместе и то, и другое, до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам, «Соберите прежде плевелы и свяжите их в связке, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий. Поле есть Мир. Доброе семя — это Сыны Царствия, а плевелы — Сыны Лукавого. Враг посеявших есть Дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы — суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов Своих и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие и ввергнутых в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце в Царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит. Сын Человеческий ангелов Своих